Награждались им воины, проявившие особую отвагу в сражениях за родину. Ни один чиновник за свои усердия геройский орден на сытые пустцо не получил. Единственное, удостоила им себя Екатерина. Но было то в честь учреждения награды, да и по правде говоря, кто откажет в заслугах перед Россией этой великой женщине. Наших рязанских кавалеров ордена святого Георгия было немало. Стояли они за веру царя и отечеству храбро, не щадя живота своего. Да только памяти о храбрецах сохранилось мало. Такова эпоха, таковы мы. Да и если что захотим сделать, то часто получается совсем по-черномырдински. То есть, как всегда. Недавно мы снимали репортаж про открытый на территории Рязанского Кремля памятник героям войны 1912 года. Хороший, красивый монумент, возвращение памяти, дань храбрецам. Но разве хотели бы они видеть свой памятный надгробный камень в окружении мусора, развалин и грязных стен? Георгий в советское время трансформировался в золотую звезду героя. 324 рязанских уроженца стали золотыми кавалерами Великой Отечественной. Еще 61 человек стал полным кавалером орденов славы, что приравнивается к звезде героя. У нас больше высших наград, чем в каких-либо других регионах Союза. Наша область дала стране героев Советского Союза больше, чем весь Кавказский регион. А совсем недавно, прямо за монументом на площади Победы, в киоске торговали вреднейшей среднеазиатской жевательной смесью табака из вести птичьего помета на сваим. Выводы о сохранении памяти героев напрашиваются самые горькие. Так что беречь надо память. Беречь, как раньше умели, свято, нелицемерно. О смелых и преданных родине людей у нас по-прежнему немало. Только вот родина, официально чиновничая, конечно, а не великая Россия, отеческая земля, так часто поворачивается к ним не как в сказке, к лесу задом, к богатырю передом, а совсем наоборот. В опиющий и недавний случай, как на героя России, начальник Рязанского десантного училища, матерно орал впоследствии страшно оскандалившийся в коррупционной мути министр обороны, чего стоит. Звезды героев просто так не дают. Вот в Афганистане у нас большинство было ребят, которые погибли, которые совершали подвиг, и из-за этого их награждались звездой героев. То есть либо солдат закрыл грудью командира, либо остался на окружении, подорвался гранатом. Потому что вот героев, это на самом деле для меня, это великий человек. Человек, который большой дух.